Добрый день, друзья! Меня зовут Константин Хмелевский, компания Тартуга Реал Эстейт, Испания, город Терриеха. В последнее время в интернете вы можете найти массу предложений, где различные организации предлагают вам эмигрировать в Испанию путем получения учебной визы, ну или часто ее еще называют студенческая виза. Безусловным плюсом получения студенческой визы, ну либо учебной визы в Испании является то, что получить ее можно как на территории Российской Федерации через консульство Испания, так и приехав непосредственно в Испанию по шенгенской визе. Но все те люди, которые рассказывают про такой путь эмиграции в Испанию, умалчивают про проблемы, возникающие при этом. И вот именно об этих проблемах эмиграции в Испанию через получение учебной визы я бы сегодня хотел с вами и поговорить. Первое, о чем бы мне хотелось сказать, что это является именно визой на период обучения и это не вид на жительство в Испании. Основная причина отказа испанских властей это подозрение, что визу используют не для учебы, а именно для эмиграции. Ну представьте ситуацию, когда, допустим, 35-летний мужчина, имеющий жену, одного или двоих детей, вдруг внезапно захотел получить в Испании испанский язык. При этом на четвертом десятке лет уровень испанского у него практически нулевой. И испанские власти абсолютно обоснованно заподозрят то, что данный человек приехал в Испанию не для того, чтобы годик, допустим, поучиться испанскому и вернуться на родину, а он именно таким способом пытается эмигрировать в Испанию. Да, испанское правительство ничего против не имеет иммигрантов, активно принимает их и по ряду позиций сделать это гораздо легче, чем в иных западноевропейских странах, но для эмиграции существует специальный установленный законом путь, который называется получение вида на жительство. И вот, друзья, даже если вы смогли все-таки получить эту учебную визу, при этом заплатили там 5, 6 или 7 тысяч евро за курс обучения, то, безусловно, вы рассчитываете по окончании данного обучения модифицировать данную визу в испанский вид на жительство. Для этого вам необходимо, во-первых, успешно завершить программу обучения. И вот об этом позвольте чуть-чуть поподробнее расскажу. Дело в том, что на различных курсах в Испании учат исключительно на испанском языке. Вероятность того, что ваш преподаватель на этих курсах будет говорить на русском языке, составляет не более 1% из 100. Дело в том, что эти курсы, нужно это понимать, созданы отнюдь не для русскоговорящего населения, а на них будут присутствовать лица абсолютно разных национальностей. Там, марокканцы, алжирцы и так далее. И преподаватель всю учебную программу будет вам преподносить исключительно на испанском языке. Ни в коем случае не нужно путать данные курсы, пусть даже языковые. Если вы таковые выберете, с уроками иностранного языка в вашей средней школе, где вы учились в Российской Федерации. Когда учитель английского, французского, немецкого, неважно, на протяжении 35 минут на уроке по-русски объяснял вам особенности иностранного языка, и только 10 минут суммарно от этого 45-минутного урока вы действительно разговаривали на иностранном языке. В данной ситуации в Испании ваш преподаватель, скорее всего, не будет обладать даже малейшими знаниями русского языка. И как вы будете усваивать эту программу и успешно ее завершите, остается большим вопросом. Кроме того, друзья, для того, чтобы по окончании успешного обучения, про которое я только что сказал, претендовать на получение вида на жительство в Испании, вы должны иметь на руках трудовой договор от испанского работодателя, и при этом обладать навыками и квалификацией для выполнения потенциальной работы вот именно той, которая прописана в этом трудовом договоре. Сможете ли вы это сделать, друзья? Это тоже большой вопрос. Вместо этого трудового договора можно зарегистрировать в Испании индивидуального предпринимателя, ну, аутонома по-испански, и с этим тоже иногда возникают немалые проблемы. Таким образом, друзья, закончив процесс обучения, ну, если вы успешно прошли вот эту учебную программу, вы фактически начинаете процесс получения вида на жительство с нуля. То есть, если вспомнить, скажем так, уроки математики в средней школе, то если есть пункт А и пункт Б, то кратчайшее расстояние между двумя этими точками – это, безусловно, прямая. Так вот, на мой взгляд, иммиграция в Испанию через учебную визу – это движение вот из этой точки А в точку Б вот такими зигзагами. И, вы знаете, друзья, есть такая пословица – «Не путайте туризм и иммиграцию». Вот в рамках нашего сегодняшнего разговора, нашей темы, мне бы хотелось ее перефразировать и сказать – «Не путайте учебу в Испанию и иммиграцию в Испанию». Это разные пути. Практика последних лет показывает, что очень большое количество людей, которые все-таки смогли оформить учебную визу Испании, по окончании обучения так и не смогли получить заветный вид на жительство и либо возвращались в Россию для того, чтобы все-таки оформлять стандартный ВНЖ, как это делается большинством иммигрантов из России в Испанию. Ну, либо же оставались в Испании в качестве нелегала. Ну, об этом я чуть позже скажу. Могу сказать, что в последние месяцы мне звонит огромное количество россиян с одним и тем же вопросом, с одной и той же проблемой. Эти люди находятся в Испании, приехали сюда по шенгенской визе с целью оформить уже на месте учебную визу Испании. Но им отказали. Их заподозрили в том, что они приехали не учиться, а используют данный тип визы именно для иммиграции. И мне задают вопрос, что нам теперь делать? У нас вот через несколько недель истекает шенгенская виза. И ответить я на это могу следующее. Первый вариант. Вы можете очень быстро купить в Испании недвижимость стоимостью от 500 тысяч евро и более. И тогда, находясь в самой Испании, вы сможете оформить себе так называемую визу инвестора, ну или ее еще называют золотой визой. Второй вариант. Вы можете остаться в Испании нелегалом. Но, друзья, я уже очень много делал сюжетов, посвященных именно нелегальному пребыванию в Испании. И если очень коротко, не вдаваясь в эту тему, то для меня нелегальное проживание в Испании это то же самое, как если у вас есть автомобиль, но при этом нет водительского удостоверения, ну прав у вас нет, вы садитесь на руль, за руль и начинаете ездить по улицам в надежде на то, что год, два и так далее вас гаишники никогда не остановят. Может быть, друзья, не остановят, но риск этого, безусловно, имеется. И по практике последних лет можно сказать, что легализоваться по оседлости, то есть нелегалу, стало гораздо сложнее. А учитывая последние события политические, которые происходят вот в этом 22-м году, есть такое мнение, что для россиян это будет очень и очень сложно и огромное количество людей уже в последнее время получают отказы в легализации по оседлости. И третий путь, который можно использовать человеку, который приехал в Испанию в надежде получить учебную визу, но у него это почему-то не получилось, это вернуться обратно в Россию и оформлять вид на жительство. Таким образом получается, что потеряв время, деньги, вы фактически начинаете процесс с нуля. Именно поэтому, друзья, мы предлагаем и помогаем людям для эмиграции в Испанию использовать тот путь, который для нее и предназначен изначально. И называется это оформление вида на жительство в Испании. В основном россияне переезжают в Испанию, получая два основных типа вида на жительство. Ну, вернее, один из тех, которые я сейчас перечислю. Первое – это вид на жительство без права на работу. И второе – это вид на жительство с правом работы на себя, ну, либо же с правом работы в качестве индивидуального предпринимателя. Аутонова по-испански. Вот по этим двум типам ВНЖ подавляющее большинство россиян эмигрируют в Испанию. И если, друзья, вы хотите более подробно про это узнать, про виды эмиграции в Испанию, то в описании под данным сюжетом я оставлю ссылку на видео, которое называется «Как получить вид на жительство в Испании без больших денег». В этом видео я подробно и, как мне кажется, доступным языком рассказываю про легальные способы переезда в Испанию. Если после просмотра данного сюжета у вас возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь. И, возможно, уже с кем-то из вас в ближайшие дни мы будем разговаривать о вашей будущей жизни на побережье теплого Средиземного моря в солнечной и мирной Испании. Я буду очень благодарен, если вы подпишетесь на наш канал. И до новых встреч, друзья! С вами был Константин Хмелевский, компания «Тортуга Реал Эстейт», Испания, город Теревьеха. Поможем вам подобрать недвижимость в Испании или собрать пакет документов для получения вида на жительство.